Мне 16 лет, и я хочу стать предпринимателем, и я бы хотел у вас спросить, какой вид бизнеса вы бы могли посоветовать в таком возрасте. Я мечтаю стать одним из богатых людей мира. Любую сумму денег, которую найдешь, сначала инвеструй в свое образование, второй в свое здоровье, третий в своем активе, бизнес покупать. Кто вы мне посоветуете делать, чтобы она самостоятельно делала уроки, читала книги, занималась побольше учебой? Дорогая моя, вот вы интересный человек. Так делают все дети. Всех детей контролируют люди, чтобы в этом возрасте они что-то делали. Какие школьные предметы помогли вам к достижению успеха, и стоит ли учиться до 11 класса? Оценка, которую ты получаешь в школе, это не показатель твоего ума. Оценка – это показатель вложения усилий в твой труд. Показателем твоего усилия, твоего умственного труда будет твой доход. Здравствуйте, уважаемые наши читатели, уважаемые наши слушатели. Если кто смотрит рубрика «Вопросы Давлатова», ставьте лайк, рекомендую своим друзьям, знакомым. Посмотрите, пожалуйста, почту, на которой вы можете задавать свои вопросы. Сдавайте вопросы актуально, коротко, точно, ясно. Чем точнее вы зададите вопрос, точный ответ получите. Дорогие мои, хочу ответить на несколько вопросов, которые пришли к нам. Рубрика для финансовых грамм для детей. То есть у нас есть рубрика, которая по вопросу бизнеса, есть рубрика «Тайные взаимоотношения» для улучшения и смены отношений, есть рубрика, к которой именно мы отвечаем на вопросы, которые дети задают нам. Здравствуйте, Сальмур Адавлатов, меня зовут Аделет, мне 16 лет, и я хочу стать предпринимателем, и я бы хотел у вас спросить, какой вид бизнеса вы бы могли посоветовать в таком возрасте. Я мечтаю стать одним из богатых людей мира, и у меня еще один вопрос к вам. Как быть богатым, какие привычки должны быть у богатых людей? С уважением ваш ученик Аделет. Дорогой мой Аделет, если ты хочешь действительно разбогатеть и так далее, фокусируйся на молодежь, которая целовой аудиторой в твоем возрасте. Ориентируйся на это, потому что в твоем возрасте молодежь и так далее, они любят тратить деньги, и в обязательном порядке всегда они больше всех тратят. Хотя у них нет, но они всегда берут у родителей и тратят. Второе, фокусируйся на интернет-бизнес, если ты хочешь, чтобы действительно богатым стать, потому что интернет раскрывает тебя, перед тобой открывает огромный рынок, границы нету, по всему миру ты можешь продавать и так далее, и так далее. Третья вещь, что тебе надо делать, продавай что-то, то, что недорого стоит, какой-то недорогой продукт и так далее. Выбери какой-то недорогой продукт или недорогую услугу, которую ты можешь продавать многим людям. Фокусируйся на это, в твоем возрасте ты бы этим занимался, и я разбогател бы конкретно. Сейчас займись этим. А какие привычки тебе надо развивать и так далее. В первую очередь, самое важное, любую сумму денег, которую найдешь, сначала инвеструй в свое образование, второе – в свое здоровье, третье – в своем активе, бизнес покупать. Не обязательно одеваться в брендовой одежде, не обязательно носить крутые часы или крутые телефоны и так далее. Главное, чтобы это все работало на тебе в протяжении больше 15 лет. Я не мог позволить себе этих вещей, может быть, даже почти 20 лет, но со временем, постепенно, потом, когда у тебя будет денежный поток, пассивный доход, потом, пожалуйста, позволишь себе путешествовать, отдыхать и так далее, или дорогой телефон, или дорогая одежда. До этого пока делали так. Одна из самых важных привычек, которые в себе ты должен воспитать, вырасти, это планировать ежегодно, каждый день жить по планам, иметь наличие цели. И это очень-очень важно. У тебя должно быть конкретно расписанное цели. Если их не будет, это важный образ твоей жизни. Если их не будет, я не уверен, что ты станешь успешным. Следующая привычка, которая необходима для тебя – ежедневно читай книги. Каждый день читай книги. И следующая привычка, которая у тебя гармоничный рост должен быть – академический интеллект тебе помогает, школа, вузы и так далее развивать. Финансовый интеллект ты должен работать над собой сам, посещать разные тренинги, найти себе наставника, финансовый интеллект развивать самому. Духовный интеллект – точно так же, найди себе духовного наставника и развивай духовный интеллект. Физический интеллект – это то, что тебе необходимо займить спортом, потому что твой мозг сидит на базе твоего тела. Если твое тело в тонусе, энергичнее, чем больше у тебя энергии, тем больше твой мозг фокусируется на цели и дает тебе лучшие идеи. Но если твое тело в яле, больное и так далее, твой мозг не соображает и энергии не хватает. Даже если у тебя будет время, ты это время тратишь на пустую, потому что не будет силы, чтобы что-то делать. Ты постоянно будешь уставать. Но пока ты молодой, это не поймешь, но со временем ты точно поймешь. Здравствуйте, Садмирод Раджабович. Я давно уже читаю ваши книги, наблюдаю рубрику на ютубе. Я считаю вас с моим наставником. У меня старшая дочь, ей 8 лет. Учится сейчас онлайн на втором классе. На первом классе она училась на отлично. Учительница всегда хвалила, говорит, что очень способна и отличается от других. Но только когда мы говорим или контролируем, тогда она занимается. А самостоятельно нет, у нее пропал интерес к учебе. У меня такой вопрос. Что вы мне посоветуете делать, чтобы она самостоятельно делала уроки, читала книги, занималась побольше учебой? Дорогая моя, вот вы интересный человек. Ей всего лишь 8 лет. Так делают все дети. Всех детей контролируют люди, чтобы в этом возрасте они что-то делали. Знаете, единственная вещь, которую они без контроля делают, это что? Просто играть. Как у них появляется чуть-чуть свободное время, они будут играть. Вот посмотрите, что они делают. Немножечко времени отдайте свободнее, они тут же будут играть. Чтобы они стали самостоятельными и так далее, нужна мотивация. Привязывайте учебу к чему-то, то, что она любит. К что-то, то, что она любит. Понимаете, я помню в свое время, одна моя ученица подошла ко мне и сказала, что старшая дочка вообще не хочет учиться, не хочет помогать. Младшая мне хочет убрать и так далее, и так далее. Ну, они не самостоятельные и так далее. Я сказал, просто создай мотивацию для них. Это как? Спроси, что она любит, что она хочет и так далее. Она узнала, это было в 2004-2006 годах, в те годы, которые слушают музыку, они только-только были модные и так далее. Она сказала ей, вот, пожалуйста, ты убирай дома, помоги мне в том-то, учись вот так, я тебе куплю то, что ты хочешь. Это мотивация, она работает. Несколько раз она так делала, со временем мы то, что ребенок любил, то, что ребенку нравится, объединились с тем, что в семье были. Постепенно был рост. Помните, всегда люди делают то, что им нравится, то, что они хотят и так далее. Самостоятельно только такими вещами человек будет заниматься. Поэтому объедините то, что ребенку нравится, с тем, что нужно для семьи. Тогда итоги в целом он это сделает, и вам всем будет хорошо. И вам, и детям, и всем хорошо. Ассалам айкум, Санур Раджабович, меня зовут Нурдан, мне 15 лет, спасибо вам за то, что вы учите нас. Мой вопрос к вам, какие школьные предметы помогли вам к достижению успеха, и стоит ли учиться до 11 класса, или посещать тренинги саморазвития. Мой цель в жизни стать успешным предпринимателем, спасибо заранее за ответ. Нурдан, дорогой, в школе надо учиться. Если ты меня спрашиваешь, я тебе скажу, школа учись. Но школа учись очень хорошо, не для того, чтобы искать работу, учись очень хорошо, чтобы потом создавать работу. Это неправда, когда многие говорят, что как будто не обязательно учиться, как будто того. Нет, поверь моим словам, учись в школе хорошо. Это закаляет твой характер. Понимаешь, это помогает тебе отлично. То есть это помогает тебе ко всему относиться отлично, требовательным. Оценка, которую ты получаешь в школе, это не показатель твоего ума. Это не мера, которую тебе учитель измеряет. Нет. Оценка – это показатель вложения усилий в твой труд. В жизни показателем твоего усилия, твоего умственного труда будет твой доход. Понимаешь? Когда ты в школе вкладываешь максимум, получаешь пятерку, а в жизни становишься в спорте чемпионом, в бизнесе, миллионером, в каком-то науке, академиком или кем-то. Понимаешь? В каждом сфере, которая в жизни есть, ты кем-то чего-то добиваешься. И твой вложенный труд измеряется чем-то. Она обязательно измеряется. Так что делай. Так что делай в обязательном порядке. Ты победишь. Ты добиваешься больше успеха. Поэтому учись хорошо, до конца учись. А какие предметы мне помогли? В первую очередь математика. Математика очень сильно помогает. Математика помогает тебе понять жизнь. Например, перед тобой есть задача, и эту задачу решать. Подсознательно ты знаешь, что решение существует. Правда? Но если даже ты не можешь вводить в решение, все равно оно существует. Так что жизнь похожа на это. Решение всегда есть. Но если ты даже сейчас не знаешь, как это решать, это не означает, что решение не существует. Решение существует. Решение всегда есть. В математике смотри, чтобы решать одну моду, тебе придется вспоминать разные формули, и так далее, и так далее. Когда ты перемещаешь их, переместишь и так далее. А в жизни это то же самое. Чтобы решать одну задачу, тебе придется находить ресурсы. Где-то ресурсы занимать, где-то находить, где-то зарабатывать, где-то продалеть. И твоя задача в основном – использовать стратегию, найти эти ресурсы, чтобы достигать конечной цели. Вот и все. Поэтому везде это будет так. Абсолютно везде будет так. Во все параметры твоей жизни это будет так. Так что тебе это должен понять. Я не могу сказать, что один предмет больше всех, но больше всего я математикой занимался. Математика. Конечно, все предметы я был отличником, но они мне все помогли. Понимаешь, каждый предмет по-своему тебе поменяет жизни, то есть помогает тебе в жизни. Литература помогает тебе выражать свои мысли правильно, быть красноречивым, иметь большой, огромный запас словарный запас и так далее. Математика помогает тебе решать задачи в жизни. Понимаете, химия помогает тебе быть инноватором, быть изобретателем. Понимаешь, химия что такое? Любые два соединения создаются что-то новое. Если ты так внимательно посмотришь, все одежды, все техники, все продукты питания, все то, что видишь, это соединение разной элементы. Например, йогурт. Кефир объединился, фрукты, и тебе на тебе йогурт. Видишь? Что-то новое появляется. Если ты умеешь, например, техника с чем-то объединить, что-то еще с чем-то объединить и так далее, это все химия. Вся формула, химия чему обучает именно создать что-то новое. Понимаешь? Это круто, это очень сильно помогает. Например, гибрид. Я недавно узнал, что корни тиква сделали гибрид с помидором. А теперь это помидор, одно дерево, помидор способен давать 2,5 тонн, что ли. Ты можешь в голове представить, один соженец помидора дает 2,5 тонна помидора. Ты можешь это представить? Это все химия. Умение соединить два разных вещей. Так что, если сказать, что какой-то предмет хорошо помогает, какой-то не очень, это неправда. Все предметы помогают. Все предметы помогают. Так что, учись, история. История помогает тебе найти себе мысли в жизни. Потому что, по большому счету, история повторяется в жизни. Часто повторяется. Каждые 12 лет многие вещи повторяются, каждое столетие и так далее. Поэтому история, это такая вещь. Ты очень многому научишься в истории, если ты это поймешь. Так что, бесполезный предмет в школе нет. Если ты меня спрашиваешь, я тебе так отвечу. Здравствуйте, Санурад Давлат. Давлатов, прежде чем задать вам свой вопрос, хочу поблагодарить вас и ваш бессонный труд. Дай Аллах вам и вашей семье рай. Спасибо. Я хотел спросить. В прошлом видео вы говорили, чтобы мотивировать детей, надо совмещать полезное с приятным. Я уже очень давно использую эту стратегию, но получается все не так, как хотелось бы. Сын делает все, что я говорю, но исключительно ради того, чтобы поиграть в телефон. Я могу мотивировать его на сейчас, но дети растут. И в 20 лет я не могу дать ему мотивацию телефон. Подскажите, пожалуйста, как мне поступить в этой ситуации. По мере роста детей у них желания растут. По мере роста и возраста их мотивация тоже растут. Просто меняйте мотивацию, вот и все. Если в детстве он хочет играть в телефон, чуть повыше возраста, ему надо купить этот телефон. Потом чуть выше еще, еще что-то, еще что-то, еще что-то. До самого смерти, помните, ключ, ключ к развитию или достижению больших целей – это мотивация людей. Таково закон. Даже Господь нам говорит, помолитесь пять раз, вы попадете в рай. Это мотивация. Откажитесь от враньё, откажитесь от плохой и так далее, и так далее, и так далее. Вы станете счастливыми. Видите? Все это мотивация. Читайте намаз в мечети, 27 раз, савоба берете, когда дома читаете, 1. Это все мотивация. То есть получается, что везде есть мотивация. Или за каждый доллар, который вы благотворенно занимаетесь, Господь дает 700 раз больше. Это все мотивация. Видите? До конца вашей жизни, до конца нашей жизни мы всегда делим что-то, чтобы что-то прообрести, что-то создавать и так далее. Если не в этом мире, в том мире создавать. Так что это мотивация. Просто по возрасту, в связи с этим возрастом, меняйте мотивацию детей. Вот и все. И потихонечку у вас будет рост больше и больше. Дорогие друзья, задавайте актуальные вопросы. Под каждое видео есть почта. Туда доходите, задавайте вопросы. Вопросы не надо писать в комментариях. В комментариях я не могу вам ответить. Но вопросы, которые придут в почту, мы обязательно отвечаем. Желаю вам успехов. Ставьте лайк. Рекомендую своим знакомым друзьям. Комментарии пишите побольше свои мнения. Чем больше вы пишите комментарии свои мнения, тем больше будут наши рубрики смотреть другие люди. И тем больше у меня будет желание для вас делать еще много новых видео. Спасибо.